Ну что, друзья, добрый вечер! Мы стоим в туннеле, в пробке, возвращаемся домой из Италии в Швейцарию. Точно так же мы ехали три дня назад в Италию, на этом же месте стояли в пробке. Теперь, видите, из Швейцарии в Италию свободно, а все возвращаются в Швейцарию домой и стоят в пробке. Ну что ж, мы об этом думали, то есть ехали мы вместо шести часов в Италию девять. Бывало и похуже, мы двенадцать часов один раз ехали, так что девять часов, это мы еще рады были. Всю дорогу мечтала с вами поболтать, так вот на какие-то там темы, что-то хотела рассказать. Но в таких вот ситуациях, когда пробки, Хельмут очень нервничает, и я всегда должна как-то его немножко успокаивать, разговаривать с ним. Вот, видите, даже не двигаемся стоим уже десять минут. Думаю, дай-ка я поболтаю, ничего страшного не случится. У нас какая ситуация? Хельмут нервничает, но нервничает он не просто из-за пробок, он нервничает, есть на то причина. Я вам уже сказала, что расскажу. Дело в том, что моему Хельмуту в июне семьдесят лет на пенсию ушел в шестьдесят пять. Я следом за ним через три года тоже на пенсию вышла. Мы как решили, что так как пенсия у него довольно нормальная, большая, а у меня пенсия маленькая, потому что я очень мало работала в Швейцарии, поэтому мы решили, что он поработает до моей пенсии. Ну, во всяком случае, мы были еще не готовы совершенно сидеть дома. Силы есть, с работы не выгоняют, деньги никогда не лишние. Вот и решили остаться до моей пенсии. Дома у нас еще не было, о доме мы только мечтали. Я мечтала о домике в Германии, а Хельмут мечтал о домике в Италии. То есть, ну, я разрешила его мечте осуществиться, потому что у человека всю жизнь ничего никогда не было, ни кола, ни двора. С такими хорошими зарплатами, как у него были. В общем, разлетелись деньги налево и направо, между женами, машинами, между чем-то еще там, не знаю. Ну, в общем, такой вот он. Ну, очень добрый. Несерьезный, можно даже подумать. На самом деле он очень доверчивый, его обвести вокруг пальца нечего делать, чем и пользовались женщины. Ну, об этом, о личной жизни его рассказывать не буду. Это было в прошлом, до меня. Поэтому вот сейчас расскажу, что случилось у нас. Итак, в июне, 21 июня, ему 70 лет. Он работает уже 5 лет на пенсии. И хотел бы еще поработать, потому что все-таки деньги нужны в дом, и так деньги нужны. Но пришел, позвал его к себе шеф, наш директор, и сказал, что до 70 лет он может работать. После 70 лет, если он хочет работать, то должен платить за себя сам страховку. То есть эта страховка по несчастному случаю, если что-то там случится. Сейчас платит кранкинкасса, а после 70 лет кранкинкасса не платит, потому что человек уже в возрасте, случится может что угодно. И поэтому, если он хочет работать, пожалуйста, денежки платите. А это немало, немного, где-то больше 200 франков. Я и говорю, Хельмут, слушай, мы и так на 50% работаем. Да если ты еще и страховку будешь платить, кранкинкасса увеличили. Оплату за квартиру увеличили, за отопление увеличили. В общем, у нас где-то расходы возрастают уже на 500 франков, если самим эту кассу платить, страховку. И потом, вы, наверное, заметили, что я частенько говорю, что совсем мало времени на дом, совсем. Хельмут форзит. Мы приезжаем, когда в Италию, ну, 2-3 дня у нас, 1-1,5, вот такие вот. Но мы ничего, просто ничего не успеваем. Мы вообще-то мечтали, когда мой сын подавал на гражданство, мы мечтали, что... Мы думали, быстро получится. Мечтали, что он приедет, нас заменит, а мы поедем в дом. И вот Господь Бог услышал наши молитвы. То есть 25 марта, как раз в день рождения, Иван у нас получил гражданство. То есть ему пришло письмо, прям подарок такой сделала Италия, шикарный. Подтверждение его гражданства. Ждал он 3 года. Хотя он в Италии живет 20 лет почти. Ну, там особые правила, там надо 10 лет как минимум быть прописанным. А перед этим он так не прописан был, работал по-черному. Но это раньше легче было. Потом уже обязательно нужно было резиденцию иметь. То есть и вот с первого дня 10 лет должна быть прописка. Тогда только можно подавать на гражданство. Но я все правила рассказывать не буду. И вот, наконец-то, 3 года он ждал, и пришло подтверждение. Конечно, это очень хорошо. И мы сразу сейчас обзвонили все биржи труда, где какие есть места, вакансии для него. То есть у Хельмута за всю его жизнь, 70-летнюю в Италии. Конечно, и знакомые накопились, и все по работе. И один товарищ ему пообещал, говорит, дождитесь паспорта, сделайте куррикулум, куррикулум, как по-русски-то, резюме, резюме, да. И приходите. То есть вот так. Мы теперь мечтаем, что все-таки мы приедем в Италию, освободимся от этой работы, от пыльной, на этой фирме, где мы работаем. И переедем в Хельмут Форзихт, и переедем, наконец-то, в солнечную Италию, и поработаем в саду, немножко в доме покопаемся. Но, вы понимаете, у Хельмута настроение упало почему. Ему очень нравится и в огороде копаться, и в саду, и в лесу, и в доме он помогает. Даже на строительстве там он, ну, у него руки тем концом ставлены. Но он себя каким-то ненужным почувствовал, понимаете. Его хвалят на, в общем, на работе, где мы работаем на фирме, его хвалят. Руки его ценят. Но сейчас очень мало работы. И опуская глаза, все шефы говорят, что вот, Хельмут, наверное, достаточно, все такое прочее. Понимаете, мужик у меня сник, он себя сразу ненужным почувствовал, каким-то обманутым. Он просто не представляет другой жизни. Вот он всегда жил в Швейцарии, никуда не выезжая. Он выезжал там два-три раза куда-то в путешествие. Вот. А работал, 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 50 лет работал. Везде его ценили, везде его хвалили. И вдруг ему сказали, что все, хватит. Я его как могу успокаиваю. Мы с Иваном тут уже танцы с бублами, все нормально вроде, и хвалим его, и в Италии это хорошо работает. То есть нормально, ему нравится, но все равно у мужика настроение не то. Он сидит такой хмурый, понурый, грустный, какой-то задумчивый. Возможно, даже и авария-то вот небольшая была на дороге, поэтому... То есть у него рассеянное какое-то внимание. Я поэтому пытаюсь особо не разговаривать, пока едем. Но сейчас вот тут уж пробка стоит. Думаю, дай-ка я поболтаю. Тоже сидеть просто так. Вот. Такие вот у нас дела. А я, честно говоря, очень даже довольна. Мы всегда швейцарцы. Если мы сейчас уедем из Швейцарии, то мы туда всегда сможем вернуться. Тем более, если поедет Ваня туда работать, ну, это не сразу будет, не завтра, послезавтра. Может быть, где-то через полгода это надо, пока он сейчас получит паспорт. Какая-то присяга должна быть. Ну, там какие-то эти движения такие. Вот. И потом уже будем ему работу искать, снимем ему квартиру. Возможно, не там, где мы живем. Где ему работу найдем, в том месте. Естественно, будем туда приезжать. Как же... Мы же швейцарцы. В принципе, теперь мы все иностранцы друг к другу. Один у нас итальянец. Итальянец. Мы вот с ним швейцарцы, с Хельмутом. Ну, все равно. Будем жить, опять же, на две страны. Только наоборот. Я так... Я, честно говоря, буду очень рада. Швейцарию я люблю. Очень люблю. Но прожить на те деньги, которые мы имеем, про которые мы попозже поговорим, я просто хочу подробно вам описать, рассказать, какие у нас пенсии, какие условия в Швейцарии, если пенсионеры не имеют достаточно денег для проживания. Это отдельная тема, и она довольно долгая. И поэтому мы поговорим о ней потом попозже. Я приготовлю материал, потому что я некоторые цифры не помню. Вот. Ну, сейчас вот в дороге едем, и у меня муж первый раз сказал, все, я не могу больше, я хочу в Италии жить. Я говорю, ну вот видишь, успокоился. То есть все равно должно какое-то время пройти. У него какая-то внутренняя обида, что ли. Ну, он такой вот. Такой уж вот он. Ну, что ж поделаешь. Так что, ребята, скоро мы уезжаем из Швейцарии, но не на совсем. Не на совсем. Мы всегда швейцарцы. Я люблю Швейцарию. Я буду туда постоянно возвращаться, ездить. Теперь у нас получится наоборот. То есть мы сейчас живем постоянно в Швейцарии, ездим в Италию, а там будет просто наоборот. Будем жить в Италии, а ездить в Швейцарию. Одно и то же, только наоборот, так сказать, наизнанку. Вот это вот я вам хотела рассказать. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, пожалуйста. Подписывайтесь на наш канал. Я не думаю, что у нас неинтересно. Все-таки какие-то темы появляются. Канал у нас новый. Мы недавно его организовали. Открыт он и в 2020 году. Но мы всего-то два месяца им занимаемся. Так что времени у нас сейчас будет много. Возможно, какие-то появятся поездки, какие-то новые темы. И потихонечку, полигонечку будем с вами вместе путешествовать, что-то обсуждать, копать, сажать, растить, поливать, ездить. То есть все вместе с нами. Все вместе с вами. А сейчас вроде как двинулась колонна. Всего вам доброго. Всем добра. Всем здоровья самое главное. Остальное все купим. Пока-пока. С вами была Надя. И вот тут рядышком сидит Хельмут. Хельмут. Вот, видите. Более-менее такой успокоившийся мужчинка у меня.